всем приветики третий раз и у меня опять один и тот же разговор опять про нашего губернатора хабаровского опять душа болит потому что сегодня прямой эфир был очень длинный я так до конца и не досмотрела конди серый кондиционер наверно сильно шумит ну что нам как говорится пенсионерам делать смотри со стороны и делай выводы какие выводы сколько прожила как что было есть чем сравнить и что вспомнить конечно мы не в революцию жили но страшно такое поселение что до революции рукой подать подписали приказ в кремле об отставке арестованного фургала сергея ивановича не суда ничего не было и уже отставка ну раз наверно арестованность отставка что ли я не знаю этих правил но хабаровск весь поднялся еще надеялись что обратят внимание на чаяния людей которые его выбирали вообще так жутко смотреть эти вот митинги и так сплотился хабаровск весь поднялся опять рупор москвы снимал все это скандируют чтобы правительство ушло и чтобы хабаровск вернули фургала я так я не могу и слов найти мне я как за я как пришибленная такое впечатление не так скандировали так от души так это сплоченно все и такое впечатление что эволюция не за горами русский же народ нельзя шевелить он терпит терпит и начнутся погромы тут еще прислали нового московского дегтярева какого-то михаила дегтярева чтобы тон хабаровске исполнял обязанности фургала и это новая волна захлестнула опять хабаровчан не еще так надеялись что прислушаются что что-то объяснят скажут успокойтесь мы разберемся мы разбираемся там такие вот детские у меня видно восприятие что ли наверно так не бывает чтобы кремль вышел и начал расшаркиваться или успокаивать но ведь мы народ как дети для кремля должны быть ну ну так же а как иначе отсвечивают очки так неприятно ой у нас вот 10 часов вечера я так не смогла не и спать лечь мне мысли роятся они так скандировали и просили чтобы дегтярев этот ушел кричат билет вокзал самара билет вокзал самара он самарский видимо родом ну и женщина взяла рупор в кресле инвалид в инвалидном кресле и говорит миша уходи самару уезжай там твои стены родные и так она с ним разговаривала как будто бы на его давно знает уходи мы ждем фургала ты чужой человек мы тебя не выбирали вот нас слушаешься прямо у меня сердце сжимается думаю хоть бы хуже не было чего а ведь политологов до этого еще вот сегодня опять я включила политолог молодой так тарахтел откуда он взял я не могу им всем верить но он говорит что повысили зарплату полиции и 21 миллиард что ли на это ушло даже больше чем врачам которые спасали людей в этот коронавирус это я не могу это я что слышала ну как я могу это да 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 говорит если этого не знаю но вот так сказал не бумаги не показал бы там отпечатанное что то что это на тоже тоже народ злит вот эти политологи теперь как знаете вот как подрывают бегают народ это то не так это то не выяснили это то но я не говорю что он врет но я не знаю это ж надо увидеть это все своими глазами мало ли что он сказал сколько миллиардов там полиции выделили вот прям на этих днях как вроде бы я вот так поняла и кричат даже в этой демонстрации путин в отставку путин в отставку 20 лет не верим 20 лет без доверия как-то вот так вот я то думала все таки мы живем неплохо так вроде но это мы обыватели пенсионеры пенсии вовремя дали молока мы сможем купить тем более мы привычные ко всему мы не жили никогда не жили так чтобы летать отдыхать там машины менять единицы были там урвы то руководитель даже не очень то ли вот ясер вспоминаю ссср и даже вода двухтысячного года но тут от десятом году может быть еще кто-то куда-то а молодежь она тем более там хабаров там такие заводы там столько молодежи там грамотные люди допекли что они вот так скандируют и всех в отставку всех в отставку а кого ставить вот это у меня вопрос да и вообще кто им разрешит это все как говорится у нас же отставка взяли ушли ага вот боюсь революции боюсь этих погромов опять народ так вот терпит терпит кто-нибудь подождет и начнут крушить я прямой эфир смотрела демонстрации мирная они близко не подходят они пару пару там кричат скандируют все мирные женщин очень много агрессии нет но это сегодня очень страшно сегодня и вот они просят что вот этот вот наш ну как наш я тоже хабаровский когда-то мы были хабаровским краем биробиджан это мы сейчас от них отделены ты как-то переживаю все равно тем более родные там живут если они почувствовали что жизнь к лучшему то теперь народ не остановить у них был и шаев потом перед перед этим еще был забыла два у тех при при мне были обоих говорят вор и все такое и когда арестовывали и шаева его даже не там арестовывали где-то москве по моему он уже туда перешел работать в общем у предыдущих губернаторов находили и деньги там большие там при обысках квартиры дачи там фургала ничего не нашли ничего вот а кричат путин вор путин вор вы так обидно так обидно я думала что сейчас уже нормальное правительство я же далеко от него мне не касается я на работу не хожу молодые то почувствовали вот ночь наступила у меня в голове каша тут то вспоминаю тут то вспоминаю и и страх какой-то подкрадывается и страшно дай бог не дай бог они разузлят народ народ и кремль стопчет все не дай бог столько жертв будет дай команду и цепят и подавят танками я боюсь я еще 91 помню когда танки по москве прошлись тогда по телевизору чем показы интернета не было у нас и это как-то так эхом пролетело у нас там потом уже репортажа шли там да по телевизору там дави убрали кто 19 на 18 или 18 на 19 кто где был вот там как-то это же под танки бросались там молодые люди это же эйфория жалко я так боюсь почему-то дегтярев не вышел на рудане мы ничего мы хотим тебя увидеть миша миша его называет миша выходи мы хотим тебя видим мы безоруженные мы просто стоим и просим тебя выйти к нам все у нас не палок не оружие ничего нет выйди к нам я вот даже не досмотрела чем это конца это снимала эхо москвы не хорупор извиняюсь рупор москвы это они снимали все это так страшно так жутко до чего это доведет не знаю не хотят люди кроме фургала никого мужчина шел интервью на ходу у него брали он говорил он нам за два года он назвал цифру 500 чем-то квартир сиротам дал хотя за столько лет кто были гувернаторы этих сирот никто не обеспечивал жильем а за два года он он столько 500 я так звонила 500 чем-то еще приводил примеры что он квартиры дотацию на квартиру увеличил возраст тогда было до 34 тыс очереди выскакиваешь вот один мужчина сильно радовал за то что не хотел память никого при жизни поставить что он увеличил возраст на получение дотации на квартиру у него получил у него трое детей получил добавил свои деньги и купил квартиру много примеров приводили примеров приводили что москва там кто там выкупил какие-то речные там ресурсы или что там я не понимаю но я и вперед слышала но и тут мужчина рассказал что перекрыли устья и рыбу хабаровчанам консомольцам нашим комсомольск на море николаевку там николаевск на море им запретили рыбу было бы две головы на человека когда они жили на одной рыбе а москва как они сказали вылавливала куда-то дать и продавал в общем все ресурсы видать хабаровские хотят распродать и тут народ восстал если бы не фургал они бы еще ну да он же взялся этот губернатор фургал все делать так как надо квартиры давать долгострой там тоже был были проблемы он где и выезжал все помогал еще что-то он перечислялся забыла но много людям сделал они вышли с такими глазами все кричат вообще русский народ очень блага на благодарный народ если ему сделаешь добро он отплатит два раза но если его разозлишь обидишь он ни на чего не смотрит это страшно вот гражданская была брат на брата шел революция столько выехала наших соотечественников но голубая кошка говорится выехала лапошники остались и вот так вот никак мы не можем вести себя прилично выйти поговорить если эта ошибка признать ее но вот это сравнивается с тем как родители чего ребенка накажут и надо бы признаться что как сказать наказали не по не по делам ну перебор не хотят сознаться вот так и здесь мы разобрались бы с этим фургалом все говорят все как один кто там был себе даже если он виноват везите его в хабаров судите его здесь и еще что были присяжные заседатели естественно если будет присяжные из хабаровск они все будут за него этого они не сделают кремль этот всегда была москва своей жизнью жила россия остальная своей жизнью жила с сыровские годы там все было что 90-е годы когда рухнуло то все все туда ездили за колбасой за сыром за игрушками даже если оттуда везли все в москву в москву так и было всю дорогу москва отдельно и ссср отдельно сейчас россияне как они рискуют и что у них под ружьем стоят войска что не всегда могут тихомирить но войсках тоже люди гражданскую в первую мировую я помню я помню как будто я была участником но по истории там даже немцы с русскими солдатами договорились и в окопы их перетягивали к себе так и здесь в армии тоже люди и у них все может сработать голове сейчас все грамотные сейчас не скажешь от 2 и пошел конечно армия с вами они подчиняются это все понятно никто не знает как это все обернется вот такое сегодня тоже третий раз вот уже муж кому надоело но у меня большие темы нет и и не могу молчать о чем дело могу молчать она смотрелась это воочию и все и снято в прямом эфире сейчас смотрела до конца не досмотрела не кричат так и скандирует прямо это дружно так я аж убавила звук по мозгам бьет этот звук ну я думаю фургала их него не видно еще подозревают политологи что его могут в заключении убить сказать что коронавирус так жутко я почему-то сразу вспоминаю эти сталинские за стенки ну что читаешь что мне вам рассказывала да и ты все знают это не тайна как как расправлялись кремле везут в каталажки и с концами может это вот людская волна да побоятся навряд ли побоятся коронавирус врачи все это самое их не все зато страшно страшно не жалко этого сергей ивановича он может уже и пожалел что пошел эти губернаторы что хотел людям что-то сделать не делай добра не получишь зла так так и приучают людей так людей поступают а потом говорят откуда у нас такие раз такие там но вот оттуда они у нас есть а иначе как иначе никак я уже вроде спать собралась все равно не спится и не лежится не знаю сколько я усну так обидно за россию я думала у нас уже руководство мальское на ноги вроде встаем а теневая компания затягивает всех тяги вот сейчас кто скандирует кого-то сделал самого рьяного поставь я так думаю и он также будет через которое время и сразу я насмотрелась и на работе таких людей кричат кричат потом их выбирают председателем чего-то и совсем другой человек совсем по-другому поет и другие причины и фразы другие и теории философия совершенно другая как будто другой человек он в это хочет себя уверить и остальных вот скотина человек какой всем ладно хватит всем привет не но если кого расстроила извините мне вот сама такая мне кажется и ну я так понимаю что мы только хара хабаровский край это прочувствовали дальний восток а а ведь они давно это задумали хабаровск хабаровск был столицей перенесли владивосток уже давно все это было владивосток перенести столицу а хабаров сравнять с землей амур сталь прибрать к рукам то есть все прибрать все большие они при как будет предаток владивостока и все можно крест поставить на хабаровске но вот не с фургалом маленько так поспешили но я конечно не политик и ума у меня на это нет такого но людей жалко я с ними сергей ивановича надо отпустить ну что это такое хабаровск хотя бы привести и ну рассказать все показать документы все ну как это так как кота мешки забрали утащили все понятно все одно и то же не надо чтоб хабаровский край дальний восток были самодостаточные надо чтобы они были пасунками извините за такую интервью не интервью как сказать сам себе поговорила сам себе режиссер поговорила жутко жутко что за дегтярева прислали не знаю они его не хотят а кого хотят только фургала если фургала не отдадут не знаю будут нож не знаю что там вообще будет но всем здоровья всем настроение извините за мои вот такие вот ролики не веселые сейчас что-то я смотрю ни у кого нет веселья даже там москве за москвой там в разных республиках что такое пошла к это черная полоса хватит а то у них то есть уже так уже спать надо не усну сегодня всего хорошего будьте счастливы будьте веселы и болейте не дай бог еще болеть такая идет кутерьма что только у нас хабаровский край всем пока даже не сдаю ческазать под конец надо быть честными но честность дорого стоит пока пока